Всем привет! Это программа «Отрывной календарь» и я ее ведущая Катерина Матвеева. Сегодня расскажем о самых ярких событиях в жизни СМИ Владивостока и Приморского края. Откроет наш выпуск «Радуга талантов». Долгожданный финал конкурса от «Радио Лемы» состоялся на сцене одного из коройки-клубов города. Посмотрим, как это было. Я читала «Три принцессы» и танцевала «Заджигательное самбо». Финальный отбор длился несколько часов. Дети пели, танцевали, декламировали стихотворения. Репертуар довольно пестрый, от хитов 90-х до современной отечественной и зарубежной поп-музыки. В этом году конкуренция была жесткая. Финал прошло 33 конкурсанта. И вот они здесь, на галоконцерте. Я надеюсь, что я выиграю. Я сильно старалась. Моё выступление прошло замечательно. Я не волновалась. Пою с двух лет. «Смешные фамилии рассказывал. Мне очень даже хорошо. Я чувствовал себя очень хорошо и прелестно. Я даже думаю, что у меня есть шансы на победу». «Я думаю, что я могу победить в этом конкурсе. Потому что я уже второй раз выступаю на Лене». «У меня сегодня день рождения. Мне исполняется 7 лет. У меня сегодня самый счастливый день». В сути совещались долгих 40 минут. Выбрать было крайне сложно. Но конкурс есть конкурс. В категории «Художественное чтение» первое место в группе «9-12 лет» было отдано Екатерине Зеликовой. Из певцов лучшей стала уже опытная артистка 13-летняя Екатериньева. «Мне кажется, что я спела не очень. Могу лучше. Потому что стоит больше готовиться к выступлениям, чем же за 30 минут. Я всегда так отношусь несерьезно к выступлениям. Вот я такой человек». Список победителей выглядел внушительно, но были и проигравшие. Однако обиженными они не остались. Детский конкурс трансформировался в праздник, где все могли петь, танцевать и веселиться. Вы работаете в дружной компании и любите шашлыки? Самое время сделать паузу в работе и устроить отдых на свежем воздухе. Медиахолдинг «Бизнес Кейс» приглашает скрестить шампуры и выбрать самую веселую, самую дружную команду на фестивале шашлыка «Жареное лето». Чтобы стать партнером и участником фестиваля, нужно прислать заявки на адрес «Летособака.радиолема.ру». Место проведения фестиваля – Центр отдыха «Комета». День рождения готовится праздновать газета «Владивосток». 2 июля ей исполняется 29 лет. Дата, хотя и не круглая, но знаковая. Немногие СМИ могут похвастать таким солидным возрастом. А пока адресовать поздравления еще рано, мы решили пройтись по улицам города и спросить прохожих, читают ли они газеты вообще и «Владивосток» в частности. Да, читаю лет 7 уже газету «Владивосток». Очень нравится, потому что это газета о нашем городе, все информативно, доступно. В основном читаю статьи о медицине, так как сама работаю в этой сфере. Участвую также в конкурсах, отсылаю фотографии своего кота. Он там занимает первые места у меня. Из старых времен ее полюбила. Раньше она мне нравилась, сейчас нравится. Думаю, что меньше воронья, как у некоторых. И, в общем-то, и интересные. Вообще газеты обожаю. Газету «Владивосток» местная-то наша. Ну, местная вообще, это же все как бы очень полезно. Рубрика мне там нравятся «Сады и огороды». Потом «Экономику» я читаю. Затронута тема о детях-сиротах мне очень это задело. Очень я слежу за этой рубрикой. Затем вот была еще статья про Нестки. Ну, вот эти фигурки японские. Выставка у нас была тоже мне очень. Я помню, даже фильм такой смотрела про японские эти фигурки. Конечно, очень редко читаю. Мне муж за поями читает. Это вот сейчас он в больнице лежит, я ему купила, отнесла. В газете она проверена и достоверная. Я так думаю. Моя мама и бабушка выписывают много газет. И в газете достоверная информация, в отличие от того же интернета, где очень много мусора. Я считаю, что молодежь должна читать больше книг и газет. Чемпионат мира по футболу набирает обороты. И Владивосток не мог остаться в стороне. А на передовой радио Ви-Би-Си самые интересные новости, провокационные интервью, компетентные комментарии. Все это можно услышать на волнах 101,7 FM. Не пропустите, трансляции уже идут. Мы давно сотрудничаем с компанией Report Content, которая поставляет нам эксклюзивы в виде освещения олимпийских игр, каких-то чемпионатов, таких знаковых событий. Преимущество этой компании в том, что они имеют возможность своих корреспондентов отправить прямо на место событий. И в результате мы получаем наисвежайшую информацию в виде прогнозов, в виде интервью с звездами спорта, с тренерами, с людьми, которые находятся непосредственно в момент события на месте и могут передавать эмоции, передавать самую последнюю информацию, которая происходит на местах соревнований. В этом году впервые Россия встречает чемпионат мира по футболу FIFA 2018. И мы, эксклюзивно в Владивостоке, будем иметь информацию с мест событий от Report Content о происходящем. Таким образом, наши слушатели могут оказаться практически на месте событий. 13 июня стартовали анонсы игр, с 14 июня включение с комментариями. Обещаем, следить за играми будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Крупнейший международный турнир по современному панкратиону «Дальневосточный рубеж» состоялся в Владивостоке. В преддверии боя в гостях у 8-го канала побывали участник главного боя турнира Григорий Сиренко, вице-президент профессионального клуба «Русфайтерс» Алексей Жернаков и рефери в катагоне Антон Матвиенко. Григорий Сиренко, заменивший трамировавшийся в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева, поделился эмоциями перед выступлением. Дмитрий Александрович Коньков предложил заменить Евгения, объяснил плюсы-минусы этого боя. И в голове сначала я, конечно же, понимал, что я, грубо говоря, заднюю дать не смогу, потому что таких предложений просто так не отказываются. И я решил подумать немножко в процессе разговора, потому что время было у меня на один, грубо говоря, телефонный звонок. И, скорее, после уже разговора принял решение, чтобы, да, буду драться. Я думаю, что эти эмоции может понять только тот человек, кто был на моем месте и в дальнейшем будет. А эмоции так просто не объяснишь. Это, конечно же, огромная ответственность, потому что я дерусь у себя дома, так как сюда придут посмотреть не только те люди, которые меня любят, а те люди еще, которые меня не любят. Главный бой Григория с опытным польским бойцом Чивик Джигош закончился победой приморца в первом раунде. После награждения он отметил, что этого события ждал два года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у меня все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова